Девушки отдыхают Я не прошу вас искать убийцу Тогда что? Я прошу вас найти русалку За последний год пять ограблений С промежутком в два-три месяца И пять жертв Будешь И объединяло их следующее Все вместе они ездили в экспедицию в Рыбинск И через десять лет их всех кто-то поубивал Да, я был в Рыбинске десять лет назад Мы могли бы встретиться завтра с вами утром И я бы рассказал вам все, что вспомню У нас верят, что на Троице русалки на берег выходят Вот как А что это за рубахи? Для русалок, чтоб задобрить их Мне с Учина была назначена встреча Считайте, что встреча отменилась Побачки отдали и ничего не взяли Кроме русалки Как и русалки Они убьют меня Кто, кто они? Кто они? Скажи мне, пожалуйста Кто они? Они с детства такие были Нелюди и рыжие, и эти двое Опять началось Отойдите 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 Давай Уцепляй Держи Давай Держи Ой, моя твоя Ой, моя твоя Что ж ты делается-то, а? Томница А, сапятя Девка-то хорошая Держи 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 Пять Двадцать пять Вон, полюбуйся Петухов, ты видишь, у нее шея свернута Да я вижу, вижу Федор, да не стой, ты ищи второй труп Граждане, расходимся, нечего здесь смотреть Домой идите Домой иди Хочешь, чтоб тебя тоже в помощи нашли Столько лет все спокойно было И на себе Вернулась Теперь добра не жди Идите домой Не мешайте следственным действиям Мне убийцу надо искать Чего ж тут искать? Уже известно, кто ее убийца Петухов, говори о ком она Да известно о ком, о русалке Деревенские в русалку верят Чуть что у нас случилось, так сразу русалка виновата Карповой утром Кузьмичев за рыбой приехал А у них дверь нараспашку В доме все перевернуто вверх дном, как будто мамай прошел И ни Карповой, ни Зинаиды Товарищ капитан Вот такие дела Во, нашел Это платок Карповой В камышах было А где само тело? Да из тела не найдешь А мута кругом, а ил Если выл затянуло, ищи, не ищи Карпова, Карпова, Карпова Карпова, Карпова Карпова Ух ты Да Так А это кто? Это сын Карповой, Саша Десять лет тому назад утонул Понятно Десять лет назад Дорогому сыну Сашеньке в день тридцати пятилетия, пятнадцатого мая две тысячи тринадцатого года Подожди, Петухов Какой тринадцатый год? Ты же сказал, он десять лет назад умер Да, Карпова головой немножко повредилась Тело-то так и не нашли Сашу признали пропавшим без вести Я предлагал ей по суду сына мертвым признать Она говорит мне, нет, Саш мой жив А у тебя чтоб язык отсох, такое мне предлагать Ясно Короче, каждый год она ездила в город На его день рождения подарок ему покупать Вот, посмотри Да, что ж пропало, интересно Да Деньги Она все свои сбережения в доме держала Так, вроде, больше ничего Точно? Дерево потемневшее, а лицо, оно как живое, особенно глаза Да Посмотрите, похоже? Да, только у нее руки, они скрещены прямо под грудью И пальцы, они очень длинные Ну вот Вы знаете, мне через час нужно быть на работе Будете Сейчас у вас отпечаточки снимем и поедите на работу Так Садись Подпиши, Макар Андреевич Не понял, это что такое? Не видишь подписка о невыезде Я вижу, что подписка С какой радостью я должен это подписывать? В девять вечера ты приехал к Карповой Утром Карпову и Белову находят убитыми Нет, ну Карпову допустим не нашли, но при чем тут это? Ты последний, кто общался с Карповой и Беловой, с потерпевшими А Алексеев Виктор Васильевич, слышал как ты с убитой Беловой ссорились Да кто такой Алексеев? Неважно, вот показания Так что вот таким Макаром Макар Андреевич, ты у меня пока что главный подозреваемый Это шутка что ли, а? А ты как думал? Двойное убийство А я шутки шутить буду Подписывай Петухов, вы в своем мире Подписывай Опа, давай здесь приждем Я недавно биджак из хлопчистки взял Вот Расшифровать обязались к завтрашнему дню И то хлеб Да, кстати, держи Да елки-палки Припросил магический артефакт, натуральную величину Вот, сделано по описанию свидетельницы Спасибо Хоть знаешь, что ищешь Есть какие новости по делу? Фрагмент отпечатка большого пальца на кубке, которым вочина зашибли Да И что? Ну, по нашей картотеке совпадений нет У Виковой тоже взяли отпечатки, совпадений нет У нас свидетели, соседи, может молодежь в подъезде тусуется? В подъезде у них тусуется Эдуард Владимирович Ивченко Его жена систематически за пьянку на лестницу выгоняет спать Но в день убийства в отчина с супруги помирились И Владимир Иванович смотрел по телеку сериал «Маша в законе» Вот так, так что пока глухо Да, кстати, покойный Зильберт дохристианские культы изучал Вполне может быть, что культ русалки имелся И он служителем культа дороги перешел Почему нет? Присыл драгоценную реликвию Так, Иванов, стоять! Есть Зонт Угу После обеда верну Так точно А то расходились тут Вот сколько раз о переводе просил Куда там? Направлен? В омуты И будь любез Слушай, Петухов, может хватит уже, а? Вот следователь приедет, вот пусть он и разбирается со всеми этими русалками С Беловой твоей, да и с тобой Мое дело доложить А там, как начальство Так, все, Петухов, хватит Вот действительно, следователь приедет, нехорошо получится Да я в порядке Нормально Пошли, пошли Можно водички? Сейчас Ой, спасибо Давайте супчику, полегчает Спасибо А черти бы взяли бы И эту деревню, и этих русалок Сын Карповый утонул, это же, ясно же Здесь каждое лето тонут Ну, на воде живут, ну, что же сделаешь-то Так нет же Не утоп, русалки его утащили Петухов, это и так все понятно Послушай, Белова рассказал Что эти трое, которые убили Зильберта Они уже с детства были отморозками То есть, получается, она их что, с детства знала, а? Ну, хоть так Так, выходит так Так, когда Беловой было семь лет, отец демобилизовался, правильно? И они вернулись обратно в эту деревню И прожили здесь последующие двенадцать лет То есть, я так понимаю, что искать нужно кого-то из местных Но если она их с детства знала, так? Петухов, ты меня слышишь, а? Да слышу Я тебе говорю, искать нужно кого-то из местных Приблизительно того же возраста, что и Белова Ну, вспомни, Петухов, ну, может быть, была у вас в детстве какая-нибудь компания хулиганская Ну, на которую ты дела заводил, вспомни Вы говорили, она Рыжего называла Да, кстати, Белова говорила, что столкнулась с Рыжим, которого, кстати, больше всех боялась Так вот, может быть, она про Сковородова Рыжего говорила, Петухов? Про какого еще Сковородова? Кирилла Сковородова Их еще трое братьев-то было в Сковородовых Их еще боялись все Так Мать еще говорила, что Рыжий до тюрьмы добегается Так и вышло, он в драке кого-то ножом пырнул, его и посадили Ага Потом, когда мать померла, он в город уехал, и братья за ним А потом их всех втроем посадили Ну, Петухов, неужто ты не помнишь-то? Да помню я Помню В город уехали Это когда-нибудь это трется или нет? Это что? Это вы меня в полиции отпечатки пальцев снимали, представляешь? О господи, они что, тебя подозревают? Нет, нет, следователь сказал, что это стандартная процедура для всех Ужас Угощайся Сева презентовал Это все садмин, что ли? Ну да Мне кажется, ты ему нравишься Он мне каждые три месяца предложение делает А ты? Ой, ну что я? На кой мне Сева? По-моему, хороший парень Да, этих хороших парней полгорода Нет, я конечно понимаю, что у каждого своя судьба Кому-то написано на роду, всю жизнь горбатится Кому-то, чтобы его убили, прости господи Но у меня совершенно другая жизнь, и Сева тут ни при чем Скоро меня ждет встреча, которая перевернет всю мою жизнь Это ты откуда такое знаешь? Понимаешь, планета Венера моя покровительница, и скоро она входит в новую фазу Скоро я получу все, что заслуживаю Это тебе твоя экстрасенс сказала? Вот видишь, это зеркало Венеры Как красиво Защищает и увеличивает женскую энергию ЦИ Очень красиво Да, пол зарплаты отдала, зато с гарантией Катерина, отнесите документ Али на подпись Хорошо Катька, да ты покраснела Ничего я не покраснела Да ты запал на Капитошина Нет Да, да, да Я все вижу Слушай, дохлый номер, ему кроме работы ничего не интересует Я проверяла Еле нашел, вот твои сковороды вы Ох и связь у вас тут Да Алло, Серега, здорово, слушай, есть под рукой чем записать? Так, пиши Предполагаемый по делу убийства Зильберта Сковородов Николай Олегович Тысяча девятьсот девяносто восьмого года Все трое уроженца села Омутове Записал? Все, пробей их там Найду, а? По Зильберту? Макар, Макар, слышь? У нас русалка обнаружилась Да свидетельница показывает, что у отчины русалка была Ну, как какая? Маленькая, с ладони, деревянная Да нет, 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 она после кораблей не пропала Ну, да Хоть теперь и приметы ее есть Ну, все, давай Здравствуйте Здравствуйте Что это у вас такое? Опять венки плетете? Это березовые ветки на Троице На Троице всегда храм украшают березовыми ветками Интересно, а зачем? Отец Анатолий рассказывал, что в этот день Господь дал Моисею десять заповедей на Синайской горе Была весна и вся гора была покрыта зелеными листьями И мы, украшая храм, тем самым переносимся туда, на гору к Моисею Ух ты, к Моисею, интересно Макар, вы меня простите, я вам не все рассказала Ну, позвольте И о чем же? Кирилл Сковородов, когда освободился, приходил сюда Русалку искал Так В этот день мой муж был на работе Он у меня работает неделю через неделю в рыбпромхозе А я развешивала белье во дворе Он приставил мне нож к горлу и говорит Отвечай, куда русалку подевала, я знаю, что она у тебя А почему он именно у вас про русалку спрашивал? Наверное, узнал, что Мишка котик ее мне отдал, после того, как Зойка померла А котик это кто? Ох, не хотела я об этом вспоминать, но видно придется Думала я, что все оно забыто, а вон оно, не забыто оно ничего Интересно, и что же не забыто? Ну да, конечно, конечно Ответ на ваш запрос по Сковородовым пришел Ага, давай Иванов, благодарю Так, так У всех троих Сковородовых условные сроки по малолетке В 2003 году арестованы за ограбление Двое младших получили по три года общего Кирилл Олегович восемь лет от Рогача Год назад освободился, живет в Подмосковье Жалоб не поступало Но есть кое-что любопытное Что? Срок он свой в перемене на 104-й отбывал На 104-й сидит гражданин Коноваленко Отлично разбирается в охранных системах, сигнализации и прочим Семь лет за ограбление кассы Так вот, Кирилл Олегович Сковородов с этим Коноваленко В одном отряде был А, понятно, почему он так ловко с сигнализацией охранной системы У того же самого Зильберта разобрался Угу, прошу А я думал, откуда такие познания-то? Благодарю У Сашки Карпова это Клавдий Ильиничный сын Подождите, это который десять лет назад утонул Точно, был друг, Мишка-котик Они с детства были «Не разлей вода» Даже в армию вместе ходили, пока Мишка не женился Миша привез свою жену из города Зоя, красивая как артистка На нее вся деревня ходила смотреть А познакомил их Саша Карпов Зойка ему от ворот поворот дала Говорят, перед свадьбой Мишкина мама на коленях стояла «Не женись, говорит, на ней, она гулять от тебя будет» Только поначалу они жили очень хорошо Зоя ни на кого не смотрела, кроме Миши Любила очень А потом Мишка выпивать стал Как напьется, так на Зою с кулаками Где, говорит, шлялась, для кого наряжалась Да и мать поджуживала В общем, Зоя сначала терпела, а потом действительно загуляла С Сашей Карповым А ну, стой, стой, стой-ка Стой, 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 стой Мишка не пахнет Помогите 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 Слава, душу Помогите Ру! Сашка! Сашка! Страшно! То ли кто-то про них рассказал Мише, то ли он сам их застал. Только он Сашу после этого избил до полусмерти. А потом еще по деревне ходил и орал пьяный, чтоб Саше пропасть. Ага. Так через неделю Саша действительно пропал. Ушел на рыбалку и не вернулся. Клавдия Ильинична головой тронулась, Мишка совсем забил по-черному. А Зойка загуляла. То с одним мужиком, то со вторым, то с третьим. Ее после этого грузовик сбил. Жива осталась, а вот ноги пришлось отнять. Да, Мишка совсем опустился. Как-то приходит ко мне и просит. Позови, говорит Наталья, своего мужа. Я ему и отвечаю, муж на работе, вернется через неделю. Одолжи, говорит тогда Рубь. Я тебе с получки отдам. Ну, я пожалела его. Налила ему полстакана. Он выпил. Собирался уходить. Да вдруг останавливается, полез в карман и достал русалку эту. Протягивает мне. На тебе, Наталья. Ты женщина хорошая. Может, она тебе счастье принесет. Она желание исполняет. И мои исполнила. На, держи. Я загадала, чтоб Зойка по мужикам шляться перестала. Только видишь, как оно вышло? А вы о чем-нибудь просили русалку? Да. У нас долго с мужем детей не было. Вот я и загадала. Молодая была, глупая. Не знала, что это большой грех. А потом Таня чуть не утонула. Когда она в больнице лежала, я день и ночь в церкви на коленях стояла. Молила Богу, чтоб не забирал дочку. Так вот, она теперь не разговаривает. Ладно. Зато жива. Да. То есть, никому русалка это счастье не приносит. А потом, что вы с русалкой сделали? Хотела сжечь. Отговорила бабушка. Дай, говорит, отнесу я ее отцу Анатолию. А отец что сказал сделать? Сказал к исповеди прийти, за здравие молитву заказать. Ясно. А с русалкой что? Не знаю. Да я у бабушки не спрашивала. Ясно. А можете хотя бы описать, как эта русалка выглядела? Конечно. Маленькая такая, с ладони. Деревянная. Катерина, позовите ко мне, пожалуйста. Так вы же ее отпустили. Ну так вы тоже не высиживайте. Идите домой. Мне-то еще работать надо. А вас, наверное, дома ждут. Идите, идите. А, кофе мне только приготовьте, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. А вы знаете, есть специальная гимнастика для глаз. Она очень помогает. Что? Ну вот смотрите, я вам сейчас покажу. Попробуйте. Так? Ну, почти. Ну, тогда я знаю еще одно. Вот, нужно вот эти точки массировать. Нет, не эти. Давайте я вам покажу. Мало и щекотно. Да. Мне пора уже. Я пойду с Антонеттой погулять. Да-да-да, конечно, да. Но Антонетта — это собака, которая разбила цветок. Да. Вот. Она просто там дома одна совсем. Ну, до свидания, Алексей Иванович. Да. До свидания, Катерина. Да. Катерина. Таким. Если тыс, ты Analysis. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слышь, Рыжий, ксивы точно нормально? Не залетим мы с ними? Залететь можно, если у неправильных пацанчиков брать. Понял? А это делали реальные парни. Коноваленька друганая. Эти ксивы лучше, чем настоящие. Ясно? Где там малой копается, как мертвый? Да, живот у него прихватило. Иди, скажи ему, пусть собирается выдвигаться, баран. Чувак, как гепки. Мое. Мое. Давай. Эй, малой. Ты там не помер? Заснул, что ли? Малой, ты на руку? Парни, счись. Все полегчало? Ещё язык поглотил, что ли? Ещё язык поглотил. Ты уверен? Да уверен. В эти дни, когда были совершенные ограбления, у всех троих сковородовых алиби. Ну, типа, они были на работе, я проверял, на работе их в эти дни не было. Точно они в доме сейчас? Да, там мои ребята дежурят. Все в доме, и за пределы участка никто не выходил. Сколько там твоих ребят? Три опера. Скажи, пусть в дом не суются, контролируют периметр. Ага. Побудь пока здесь. Первый второму, первый второму. В дом не идём, контролируем периметр. Пойдём. Пошли. Давай, давай. Давай. Русалка. Это из-за неё. Твою мать. Куда твои опера в наблюдении смотрели, капитан? С пели, как всегда. Осторожнее, ступенька. Ага. Давай. Да. Там, на заднем дворе, еще двое. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Судя по заключению патологоанатома, сковородов забили кочергой. Продолжалось это все не менее двух часов. Жуть какая. Допрос с перестрастием устроили. Черт его знает. Может быть и так. Остальные два, брат. Один скончался по дороге в больницу, проникающий в черепное ранение. А младшему повезло, он накануне паленой водкой траванулся. И пока Кирилла и Сковородова допрашивали с пристрастием, в сортире отдыхал. Сейчас в реанимации. Врачи говорят, выживет. Стол нашли? Нашли, Макарова. Жду подтверждения баллистиков, но скорее всего тот самый, из которого застрелили Зильберта и остальных. Но не Вотчина. Нет, рыжий человек аккуратно. Отпечатков на месте преступления не оставлял. Да и не стал бы он Вотчина кубком по затылку глушить. Зачем? Если ствол есть. Меня сейчас больше всего интересует, куда пропала русалка. Вот если бы еще раз квартиру Вотчина осмотреть, а? Осмотри на здоровье. А мне вот интереснее, кто сковородовок замочил. Вы закончили? Можно опечатывать? Да-да, опечатывайте. Слушайте, а свидетельница по этому делу, как ее? Викулова, здесь. Да-да, да-да. Она в этой квартире проживает? Да. Черт. Вам точно больше ничего не нужно? Нет. Ничего, спасибо. Угу. Ну что, ты молодец, Петухов. Но дальше уж мы сами, извини. Спасибо за сотрудничество. Если что, звони мне напрямую. Скажите, я могу ехать? Конечно, поезжайте. Показания ваши есть. Если какие вопросы возникнут, где вас искать, я знаю. Ой, ой. Вот, вы просили сказать, как будет готово. Это расшифровка записи Зильберта. Угу. Спасибо. Сергей, это Шмидт из института. Мне только что принесли расшифровку записи покойного Зильберта. Мне кажется, что вам это нужно срочно увидеть. Да. Угу. Привет. Ты чего? Я из-за тебя в это вовсе вляпался. А ты решила меня ментам слить? Я никому ничего не говорила. Ни слова. Ты в курсе, что они ко мне домой приходили? Сдать меня решила, да? Не нужно я тебе с Долкатерины. Я тебе клянусь, чем хочешь, я никому ничего не говорила. Ни слова. Все знают, что я живу одна. Из-за чего же они тогда ко мне приходили? Так это… Так это ты, Олег Борисовича. Ты чё несешь? Ты что, вообще хранилась? Я не знаю. Откруйте! Где я открую тебя? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Слышь, парошни из-за этой квартиры. Дома приходила? Я тебе что, консервкой, что ли, нанимался, а? Так. Так что с барышней-то? Ну, что была? Давно? Недавно. Что-то там прикричала и ушла. Не знаешь, куда? Она в свое время с собакой, ну, каждый день с собакой в парке гуляет. Держи, держи, мое хорошее. Держи, держи, мое хорошее. Перкочь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Катя! Катя! Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Хорошо, все хорошо. Катя, сейчас, сейчас, потерпи, сейчас. Катя! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все нормально? Сейчас, сейчас. Осторожней. Сможете встать? Вот так. Так. Давайте, я вам помогу. Держитесь за меня. Все хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас. Все будет нормально. Придем домой. А можно еще чаю, пожалуйста? Да, конечно. Она меня защищала. Кто? Собака ваша? Она, она не моя. Она Олег Акборисович. Не важно, но все равно, молодец. А как она? Да нормально. Кать. Катя! Спасибо. Значит, вы гуляли с Собакой по парку, так? И? Нет. Я… Я убежала из дома. Убежали из дома почему? А где? А где моя сумка? Вот. Вот она. Подождите, у меня пропуск. Пропуск. Все в порядке. Так вы работаете? Ну, конечно. Надо же как-то на жизнь зарабатывать. А следователи сказали, что нет. Кать. Значит так, Кать. Вы сейчас успокойтесь. И спокойно мне все расскажете. С самого начала. Хорошо? Вот и славно. Давайте будем разбираться вместе, потому что у меня уже мозги закипели от всей этой истории. Давайте. Итак. Зильберт получает Брюсову русалку за день до смерти. Вечером того же дня Зильберт встречается с вашим коллегой Олегом Борисовичем Вотчиным. Ныне тоже покойным. Да. Ныне тоже покойным. Зильберт показывает Вотчину русалку. У них происходят ссоры. Я так понимаю, что они когда-то вместе занимались поисками русалки. Да, они даже выпустили пару научных статей по этому поводу. Но потом Олег Борисович как-то отошел от исследовательской деятельности. Ну, я думаю, Зильберт ему так это и не забыл. Да, вот здесь в расшифровке дневника Зильберт пишет, что Вотчин стал настаивать на совместном исследовании Брюсовой русалки. Вероятно, с чего ссора у них и началась. Вероятно. А утром Зильберта находят мертвым. Русалка похищена. Еще день спустя Вотчин показывает Екатерине Викуловой, своей помощнице по хозяйству, вот эту русалку. То есть вы хотите сказать, что Олег Борисович Вотчин имеет отношение к убийству Зильберта? Вполне. Услышав, что записи обнаружены, Вотчин пугается, забирает вас в уборной, забирает дневник Зильберта. Не совсем, правда, понятно, почему Вотчин дневник сразу же не уничтожил. Ну, это как раз понятно, здесь же собрана вся информация по Брюсовой русалке. Это нужно для научных исследований. Так. А кто же в таком случае убил Олега Борисовича? Вот. Очень точный и своевременный вопрос. Ответ на который я тоже хотел бы знать. Значит, вы постоялись с Андреевым? Да. Я… Ну, это я во всем виновата. Я… У меня заболела мама. И мне нужны были деньги. Он занял их у кредиторов. Под проценты. И… И однажды он пришел домой, полностью в крови, и сказал, что если мы сейчас же не уедем, то… То они его убьют. И вы уехали в Москву. А так как Андрей скрывался от кредиторов, войнём ничего никому не говорили. Так? Да. Мама думала, что я поехала учиться. А сегодня я нашла русалку у нас дома. Я подумала, что это он мог убить Олега Борисовича. Так, так, так. Кать, давай так договоримся. Сейчас придет следователь, и ты ему все расскажешь. Кать… Ну, не могу я, понимаете? Не могу. А вдруг это не он? Кать, поймите. Вашего соседа убили. И в вашей съемной квартире нашли русалку, который как раз пропал из его квартиры. Кать… Ну, вы не понимаете. Он так много раз меня спасал. Как я могу его предать? Кать, Кать, здесь главное слово – он. Он сделал Кате. Не вы. Вы здесь ни при чем, Кать. Понимаете? Поэтому сейчас придет следователь, и вы ему все расскажете. Катя, вы ни при чем. Прошу. Доброй ночи. Привет. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Значит, своему сожителю о коллекции Вотчина вы не рассказывали? Нет, я ему рассказывала только то, что я работаю у Олега Борисовича. Я помогаю ему по хозяйству, и что он за это мне платит. А о русалке, которую Вы очень считал магической, говорили? Да. И о том, что с помощью этой магической русалки Вы смогли устроиться на новую работу? Да. Понятно. После того, как Вы очнулись в парке, русалки при Вас уже не было. Я думаю, что ее забрал тот, кто напал на меня. Нападавшего не рассмотрели? Нет. Было уже очень темно. И я хорошо помню, как от него жук пахло рыбой. И руки. Руки были как у утопленника. Такие же холодные. Катерина Михайловна, а Вы уверены, что человек, напавший на Вас в парке, не был Вашим сожителем? Тищенко, давай готовь группу на выезд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова